Вторая, то есть ступень из ислама, как мы сказали, это что? Иман. Вера. Что такое вера? Что такое вера? Это сказать языком. Когда ты говоришь, например, «ля, иля, иля», произносишь. И обязательным является, чтобы то, что ты произносил языком, у тебя это соответствовало тому, что у тебя в сердце. То есть это второе, это убеждение сердца. И затем ты обязан совершать деяния, как, например, молиться. Или же, то есть, деяние сердца, как, например, бояться Всевышнего Аллаха, Субхану Атану. И иман становится больше, то есть когда мы, то есть вырастает. Вырастает. Если подчиняешься Аллаху, Субхану Атану, всегда оставляешь грехи. Когда ты размышляешь о создании Всевышнего Аллаха, Субхану Атану. И изучая Единобожие. И уменьшается иман. Вера Павла. Шесть толпов имана. Кто знает, кто сможет, когда. Первое, это вера в Аллах, Субхану Атану. Второе, ангела. Да, во всех ангелах. Третье, это верить во все Писания, которые Аллах, Субхану Атану, Субхану Атану. Четвертое, это верить во всех пророков и посланников. Затем. Затем верить в последний день, то есть то, что все мы умрем и будем воскрешены для расчета. А затем веруя в предопределение. Понятно. Первое. Веруя в Аллах, Субхану Атану. Кто-то спросит тебя, например, веруешь в Аллах? Скажет, да. И он тебе скажет, я хочу, чтобы ты мне разъяснил этот иман, чтобы я был таким же муэменом, верующим, как ты. И он скажет, я не знаю. Ну, я верующий, говорю. Как ты ему можешь быть верующим? Ну, я не знаю, говорю. Верующие говорят, ой, люди говорят, что они верующие, я тоже верующий. В могиле лицемер скажет такие слова. И он скажет то, что я слышал, как люди говорили, и поэтому я сказал. Обязательно нужно изучать братья. Как мне веровать в Аллах? Верующий в единобожие Аллах, Субхану Аталию, в Господство, в единобожие Божественные Существа, в единобожие имена и от Ребята. Верующий в то, что Аллах, Субхану Аталию, есть, не отрицаешь существование Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию. Какие доводы у нас на то, что Аллах, Субхану Аталию, существуют? Абсолютно, то есть нечисленные у нас доводы на это. Но мы можем все это бесчисленное множество доводов собрать в четыре общие довода, которые собирают эти все доводы. Первое – это разум. Не может разумный человек увидеть то, какая природа. То есть когда увидит все это, то, что сущее, все, что создал Всевышний Аллах, кроме как он обязательно признает, что есть кто-то, кто создал это все, Господь Аллах. Второе – это то, что мы видим, то есть хорошо и чувствуем. Когда человек вызывает ко Всевышнему Аллах и видит результат, ответ на свою мольбу. Пророк, будучи на Мимбаре, пришел человек и попросил его попросить Аллах, чтобы не спослал Аллах дождь. И пророк, будучи на Мимбаре, вызвал к Аллаху, когда было абсолютно ясное небо, не было ни одной тучки. И пророк, не успел спуститься со своего Мимбара, как вся его борода была мокрая, и в неделю шел дождь. Также из доводов на существование Аллаха – это естество человека. Каждый человек рожден на естестве. И последнее – это у нас шариат. Много доводов, которые указывают на то, что Аллах есть. Второе – это вера. Вера – вера в ангелов. Это скрытый мир, в которых мы не видим. Аллах создал их из света. Подчиняются Аллах, они ослушаются его. У них есть души, и у них есть тела, и есть разум, и сердце. И мы верим во всех ангелах. И именно в тех, которые Аллах назвал нам по именам. Как Джибриил. И те, которые Аллах сообщил об их деяниях. И те, которые Аллах сообщил об их деяниях. Или же их какие-то качества, отримуты, отрисания. И все те вещи, которые нам Аллах сообщил о них. Третье – вера в книги. Верим во все священные писания, что это речь Аллах. Аллах не спослал, и это не созданные книги. С каждым посланником было неспособственно книг. Во все книги верим. И верим именно в те, которые особенно... То есть Аллах сообщил нам имена их. Как, например... Как, например, Тора, Евангелие, Псалом, как Свитки Ибрагима, Свитки Мусы. И также Кур'ан, естественно. И так же во все те предания, в которых Аллах сообщил в этих книгах. Но мы не читаем эти книги. Веруем в них, но не сидим, не читаем их. Только читаем Кур'ан и Сунь. То есть, имеется в виду, что Кур'ан отменяет все книги, которые были до него, поэтому мы читаем Кур'ан и не читаем остальные книги. Четвертое, это вера в пророков и посланников. То, что они рабы, которым не поклоняются. Посланники, в которых мы верим. И то, что Аллах послал... И внушили. То есть, откровения и изнамения. Они выполнили... Выполнили, были искренними. Донесли. Самый лучший джихад совершали. Усердствовали. То есть, самый первый из пророков Адам. Самый лучший, самый первый посланник. Но... Самый последний пророк и посланник, это Мухаммад, Саллиллах. Верим в тех пророков, о которых Аллах, Субхан Драй поименно сообщил. И в их качество. И все те предания, которые дошли до нас, достоверны о них. И верим в те знамения, которыми Аллах, Субхан Драй, даровал им поддержку. Да. Дальше. А затем, то есть, это судный день у нас. Веровать в последний день. Человек в своей жизни идет по пяти ступеням. Первое, это до того, как он был создан. Затем, когда он был, то есть, в чреве матери. Затем в дуне. Затем в своей могиле. Затем в последний день на этом свете. То есть, и поэтому неправильно говорить, что человек, когда умирает, что мы говорим, что он отправился в последнюю обитель. Все, то есть, могила, это последняя обитель. Это неправильно. Прибегаем к Аллаху, Субхан Драй от этого. Что такое вера? Вера в последний день, это вера во все то, что будет после смерти. Шестое. Вера в предопределение Всевышнего Аллаха Субхан Драй. У него есть четыре степени. Первое, это знание, что Всевышний Аллах Субхан Драй знал абсолютно все. Затем, то, что Аллах Субхан Драй повелел в письменной тросе, чтобы она записала абсолютно все. Третье, это желание Аллах Субхан Драй. Если шейх, например, скажет, что я после урока хочу пойти на рынок. Аллах Субхан Драй, если пожелает, чтобы он туда пошел, а он пойдет. Если Всевышний Аллах Субхан Драй не пожелает этого, в Аллахе никогда он не сможет. Человек, раб, создан. И деяния его созданы так же, как и он создан. Что мне делать? Я верую в эти четыре степени. Я думаю хорошо об Аллахе Субхан Драй. Чтобы Аллах Субхан Драй создал меня, чтобы я был в числе обитателей рая. И прошу Аллах Субхан Драй. И поэтому я прошу об этом Аллах Субхан Драй. Совершая те деяния, которые совершают обитатели рая. И не совершаю деяния обитателей огня. Некоторые люди, да, поведет Аллах Субхан Драй, нас и их. Мусульманин. И пьет, например. То есть мы ему скажем, мусульманин, побойся Аллах, как ты будешь быть мусульманом и пить. И он скажет тебе, если бы Аллах Субхан Драй не пожелал, я бы не пил. Это вещь, которую приписал мне Аллах Субхан Драй. Что ты с ним сделаешь? Бей его, пока он не отключится. Бей, пока он из сознания потерял. Когда он придет в себя. Он тебе скажет, ты меня почему побил? Скажи ему, Аллах Субхан Драй предписал, что я тебя побью. Что я могу сделать? Это Аллах Субхан Драй предписал мне. Если он поверит тебе и скажет, хорошо, оставь его. Если он ему не понравится твой ответ, то еще раз побей его. Шейх говорит, что я говорю вам это не для того, чтобы вы поняли, не для того, чтобы убили кого-то. Никого не надо бить. Ты почему себе выбираешь сам зло? Плохое, что ли? Ты не выбираешь себе что-то хорошее?